Всем привет! На связи Ольга. И я сегодня снова в гостях у классной девчонки, с которой мы познакомились в клубе Кабет в Белостоцком. У нас был период, когда девчонки собирались, русскоговорящие. И мы там знакомились, представляли свои проекты или своё видение, рассказывали сами о себе. И вот как-то мы вот с Дианой, её зовут Диана, нашли общий язык, так сказать, и вот периодически с лечением. Вы знаете, меня, наверное, тянет в такие разные места. На массажики, на омоложение. И вот эта вот девушка сейчас будет давать интервью, посмотреть, какая серьезная. Вот так вот. У неё тоже очень классная история, связанная с эмиграцией. Она тоже эмигрант, она сейчас сама расскажет свою историю. И, возможно, для кого-то она тоже будет очень полезная. И вы дослушаете до конца, и, возможно, у вас какие-то вопросы будут. Диана, наверное, с удовольствием ответит. Я уже тут сама всё решаю. Вот. Диана сама из Беларуси. Ну, в общем, она сейчас всё о себе расскажет. Диана тоже пребывает, кстати говоря, здесь одна, но с детьми. Очень классная девушка, и тоже была бы не против, как и я, найти себе пару хорошего человека молодого. Поэтому мужчины хорошего. В мир молодого. Да. Если вы в поиск хороших девушек, то мы рассмотрим ваш вариант. Ну, ладно, это всё не совсем про то. Клуб знакомств. Да, клуб знакомств. Ну, клуб знакомств своеобразный. Ну, ладно, теперь возвращаемся к иммиграции. Диана. Я поздороваюсь сначала. Всем здравствуйте. Меня зовут Диана. Я из Беларуси. И мне 42 года. Хорошо. Диана, расскажи свою историю. То есть, что тебя сподвигло приехать в Польшу, конкретно в город Белосток? С какими трудностями, возможно, ты встретилась? А может быть, с какими-то лёгкостями? Как у тебя вопросы эти все решались? Ну, то есть, вот как для тебя вот этот вот переезд вообще? Что это для тебя? Вот поделись, пожалуйста. Почему приехала? Я приехала, потому что... Потому что мне хотелось жить легче, комфортнее и безопасности. И относительно свободно делать то, что мне нравится, то, что я хочу, в комфортных для себя условиях. Приехала я с детьми. У меня трое детей. Один взрослый. С двумя я здесь. Опять многодетная мама. Да, многодетная мама. С Беларуси... В принципе, да, в Беларуси много многодетных мам. Да, да. Приехала. По образованию я медсестра. Ну, там еще есть, по которому я не работала. Работала медсестрой. И в какой-то определенный период своей жизни я начала заниматься массажами. После развода надо было восстанавливать как-то себя. И подруга мне говорит, ну, нашла, чем ты будешь заниматься. Ну, и таким образом я пришла в массаж. Одни курсы поехала поучиться. Вторые. И затянула. И пошла, поехала. Поэтому, когда я решила ехать в Польшу, я понимала, что с медсестрой я здесь работать не смогу. Почему? Потому что нет знания языка. Не то чтобы даже профессионального медицинского, а даже разговорного. И образование здесь немного другое образование. Поэтому, чтобы работать в медсестрой, тут надо учиться. А, учиться. В августе 23-го года, да? Да, 23-го года. В августе 23-го года ты приехала за новой жизнью. Да. То есть ты... Ну, как, не за новой жизнью, а продолжать жизнь в других условиях. А, в других условиях. Ну, то есть это ты сама захотела, получается. То есть ничего от тебя туда... Ну, мы вообще всегда все сами делаем свой выбор. Иногда, когда мы чего-то хотим, да, но не можем определиться, тогда каким-то образом обстоятельства нас подталкивают, что, да, ты этого хочешь, ты это сделаешь. Ну, раз хочешь, какими-то путями ты всё равно к этому придёшь. И тебя не останавливало, что ты... У тебя трое детей, что у тебя нету поддержки, помощи. Или тебя кто-то поддерживает, помогает тебе. Или ты сама? Нет, нет, мне было страшно, да. Я когда-то была в детстве в Польше. Ну, да, было страшно. А, ты здесь была, получается? Нет, не в Белостоке, в принципе, а в Роскопе. Что когда-то. Давно-недавно. Здесь у меня были знакомые. Почему Белосток? Потому что здесь были знакомые. И кто мог бы подсказать. Ну, как на сейчас кажется, элементарные такие вещи, как, куда пойти сделать пессель, как зайти в магазин, что там сказать. Да, да. Можно билеты втручек. Да, да. Потому что всё по-разному. Да, насчёт билета в автобусы мне было интересно. Все поняли этот вопрос. Ну, да, я поехала в Варшаву. И я понимаю, что я доехала до остановки по Варшаю, передвигаться на автобусе. И понимаю, что я доехала до той остановки, которая мне надо, а дверь не... А остановился, а двери не открываются. А, да. Ты с какой стороны ещё выходила заходить? Нет, выйти я, выйти. А, выйти. А, ну да, даже в определённой двери только выходить. Там кнопочка, как в поездах. А, кнопочка. Пошечка. И просто, ну, женщина-полька увидела, что я стою, такая в растерянности, она нажала кнопку, двери открылись, и я такая... Ай, день какой. Хорошо, что ещё на этой остановке автобус оставил всяк. Ну, вот, потому что в Белостоке просто двери сами открываются, а там, и вот, да, вот. Поэтому тоже надо... А в Гданьске нужно ещё заранее нажимать на кнопочку, чтобы вообще автобус на этой остановке остановился. Ну, вот этого я ещё не слышала, буду знать. Кто бы знал. То есть кто же такой. Если соберусь в Гданьску, вернее, когда соберусь в Гданьске, я думаю, где-то соберусь. И, кстати, вот, по поводу эмиграции. Сейчас у меня такой период активно посещать какие-то концерты. Когда-то в Беларуси мне хотелось... Мне нравятся определённые группы. Ну, да, ну, во-первых, ну, группа моего возраста, да. И когда-то хотелось, ну, куда-то съездить. Это я с маленького города. К нам мало... Ну, в принципе, на никто не приезжает. А так... Ай, тут денег жалко. Ну, в общем, травм уже у меня финансово обеспеченных не было. Поэтому всегда мне как-то... Ну, такая, скажу, не очень хорошая слова. Дурная бумагочка на себе экономить. Ай, да ладно, может быть, когда-нибудь, а может, и не так надо. Сейчас, когда я сюда переехала, я поняла, надо. Если я хочу, значит, это надо. Я съездила на Бедван, и у меня ещё и Земфира, и Океан Эльза впереди, и ещё вот... Короче, разошлась, мать! И что интересно, вот когда приезжаешь в новую страну, я не знаю, что тут срабатывает. Что-то срабатывает. Во-первых, у тебя появляется вкус к жизни, у тебя появляется мечта, планы. Нет, мечты они были, просто оно оставалось мечтами, они не шли в реализацию. Только, ну, там какие-то там будут мечты. Ну, есть, ну, может, будут, а может, и не будут. Ну, как бы мечтать о чём-то надо, ты бы совсем что мечтать не возможно не мечтать. А здесь начинает почему-то всё реализовываться. Ну, это интересный механизм. У тебя просто было вот с детьми приехать? Ты сразу с ними? Да, я сразу с ними, но я другой вариант просто не рассматривала. Поэтому я не знаю, как это сказать, просто или нет. Просто я другой вариант не рассматривала. Единственное, что... Я старшего сына его спросила. Он взрослый, сам решает, да где им работать, где находиться. Поэтому отвечаю за маленьких своих. Ну, с двумя всё равно. Кстати, как твои дети? Младшие дети, с которых ты взяла, сюда приехала, как они перенесли этот переезд? И, естественно, что их же в школу нужно устроить, там ещё языковой барьер. Ну, не, ну да, переезд это в любом случае такой как бы стресс. И для детей, и для меня. В школе, ну, когда мы приехали с августа, то есть у нас был месяц такой немножко адаптации. Ну, для детей адаптации, для меня искать жильё, делать документы. организационные такие вопросы найти. Соответственно, когда я нашла жильё, искать школу, куда детей определить, чтобы ходили. Но дочка, когда пошла, сын, как бы, в принципе, его вот ему, он вообще ни разу не сказал, что ему где-то в школе плохо, или что. Ну, главное, он пошёл в взрывку, они там играют, что-то там учат, и ему класс, он с детьми общается. Короче, он сразу влился. Он как-то сразу влился. Ему не смущало то, что он не понимает, что там говорят. Ему нормально. Дочь, как бы, тоже хорошо. Ну, во-первых, в классах сейчас много русскоговорящих, как белорусов, так украинцев. Кто может подсказать что-то? Сейчас у дочери есть подруга и полька девочка, и белорусские девочки. Дома мы разговариваем также на русском, потому что, если бы я знала язык, тогда я бы с ними говорила бы, а так я не знаю, насколько они его на данный момент владеют, потому что я сама не могу грамотно говорить еще. Не научилась. То есть они тоже без проблем. Вот, единственное, да, дочь как-то сказала, что когда шла на первое сентября легко тут было в школу, переживала, что может ее как-то не примут. Ну, такие были переживания, да, когда первый раз шли. Но у нас как-то все слаживается хорошо, благополучно и дружит она с детьми в классе. Ну, понятное дело, там у них разные взаимоотношения, ну, в принципе, как и в Беларуси. С кем-то дружат, с кем-то там спорят, тут спорят, там мирятся. Ну, все как в Беларуси ничем не отличает. То есть, ну, как бы, у меня проблем не было ни с детьми, ни с поиском работы, там, ну, то есть, с вопросами какими-то там, с документами. Как бы, в моем случае как-то решается все благополучно. Если не за первым разом, там, что-то там не получилось, там, закрыто, не успела или еще что-то и не нашла. В следующий раз все решилось. И ты здесь, в Польше, точнее, в Белостоке, то есть, детей определили, жилье нашли, вообще все хорошо решается, потому что с тобой совсем, совершенно согласна, тут не нужно переживать, все равно решишь вопрос. Есть люди, которые, возможно, они, в принципе, недовольны всегда, и у них может быть и там, но и мы везде у них. Да. Когда у тебя фокус есть на том, что у тебя все надо эти вопросы решить, они решаются. Решаются. И проблемные. Не, просто как, я наслушалась тоже историей, что вот некоторые там, может, где-то кого-то ущемляют или где-то кого-то обижают. Я с таким вот не сталкивалась. Ну, мы про твою конкретно считаем. То есть, у меня все благополучно складывается. И с работы, то, что, вот ты говоришь, ты работу быстро нашла? Ну, ты, да, я знала, что я приеду и буду здесь заниматься массажем. Ну, то есть, я как бы, ну, а чем я могу еще здесь заниматься? Потому что, что я умею массаж, медсестра, и еще я преподаватель физической культуры, инструктор-методистик по физической реабилитации, в котором я не работала ни дня. вот, поэтому, а что я в Польше могу? Могу массаж, больше ничего. Да, можно пойти, есть работы разные, там есть работы, есть еще, ну, я, нет, ты выбор свой сделала. Я выбор свой сделала еще в Беларуси. А, то есть, у тебя уже вообще все ладно. Да, вот смотри, ты приехала, ты же знаешь, что будешь массажист, когда ты знала, где ты будешь работать? Где, на тот момент не знала. А как, ну, я как, ну, кстати, вот где-то, да, тоже вот ходила на какие-то встречи с какими-то знакомыми, и мне говорят, вот, есть такая девочка, она приехала из Беларуси, у нее своя студия, у нее там работают белорусы, вот, может туда обратиться, спросить, я сначала, ну, я просто не особо такая контактная в жизни была, и благодаря, кстати, вот этим массажем у меня стало больше общительное, больше контакт с людьми находясь, а так это достаточно замкнутая, закрытая, и все сама в себе, и знакомая история. Ну, и, как бы, да, в Беларуси процесс раскрытия начался до определенного какого-то момента, и, ну, наверное, дальше уже что-то надо было другое, наверное, поэтому я и здесь, потому что там уже, видимо, какой-то был предел для меня, предел, да, то есть дальше я как-то уже не могла, я опять где-то начинала закрываться, что-то, и здесь, и для меня, ну, как бы, обычно в жизни была такая сложность куда-то пройти, в те же инстанции, куда-то пойти, что-то спросить, что-то узнать, какие-то там заявления, куда-то позвонить незнакомым людям, написать, но мне так в жизни, ну, в прошлой жизни было всегда сложно, и приехала я сюда, все равно отголоски того еще оставались, когда мне сказали, что вот я с девочкой, я такая, ой, ну, как это все равно седая, и вот такое, ну, немножко страхи, конечно, свои, вот они были, ну, в определенный момент, ну, работать там все равно надо, денежки сами-то не придут, мы встретились, обговорили, какие-то моменты, что я делаю, что студия какие-то услуги предоставляет, что я могу делать, что я могу еще, ну, подкорректировать, потому что я работала в Беларуси сама на себя, и в своем каком-то, в своем методике, ну, нет, ну, методиками мы здесь работаем, кто как учился, то есть, я работаю, ну, просто, допустим, по времени, я какие-то массажи, допустим, делала одно время, ну, в своем каком-то ритме, здесь студия предлагает какие-то свои, ну, короче, не просто надо было, да, ну, но по технике нет, в любом случае, как, кто как учился, так и работает, и в этом и есть прелесть, потому что человек приходит, он может к одному, может к другому, и, может выбрать, но, как правило, те люди, которые ходили и туда, и туда, они довольно говорят, ой, вы все такие классные, и это так радо, и так приятно, ну, прям здорово, классно, и, в общем, я работа нашла, да, работу нашла, ну, и все, хорошо, жилье нашла, идея определила, работу нашла, и теперь еще время остается развлекаться, то есть ездить по всяким концертам, не то, чтобы время остается, просто я выделяю это время и средства, чтобы, ну, то, что у меня хочет, осуществлять свою мечту какую-то, да, переводить, у меня просто на заставке, у меня моя преподаватель по массажам и, как бы так, по практикам некоторым, она когда-то такое выложила, кто хочет, забирайте себе, говорит, тоже на заставку в телефон, берешь и делаешь, и у меня все время, берешь, ну, соответственно, если ты хочешь, то берешь и делаешь, а не хочешь, ну, как говорили, без лишних мыслей, как же, нефиг раздумывать, да, если хочешь, а если не хочешь, то тогда нефиг быть, нечего ныть, ой, прощения, нечего тогда ныть. Короче, ты человек дела. Я становлюсь. Я была нытиком. Я все время была нытиком. Я вот как раз хотела сказать, вот, мы познакомились, по-моему, как раз таки летом, да, на этой встрече, к обед, вот, на самом деле, я... Кстати, у меня было те на рождение. Да, да, поздравляю. Тогда с тем, тогда поздравляю. Я так и сказала, теперь можете меня поздравить на сегодня день рождения. Прикольно. Вот, вот был один человек, пришел, это вот, как это сказать, когда человек только погружается в новую среду, вот он один, а потом уже происходит адаптация, и в этой адаптации люди по-разному раскрываются. Кто-то ныть начинает или продолжает дальше, а кто-то, вот как Диана, просто делает и пошел. И вот, вот как Диана говорит, вот ей на самом деле массаж на пользу, потому что я встретила ее потом спустя несколько месяцев, вообще совсем небольшой срок получился, вообще другой человек передо мной стоял. То есть она цветет, она решает вопросы, связанные с собой, со своим развитием, со своим внутренним состоянием. то есть она разбирается, не просто вот, ну это, ой, там я иммиграции, у меня куча проблем, потому что на самом деле здесь бюрократия бюрократов. Ну, это все хватает, но просто это решать. Да. А когда ты вот понимаешь, ты вот принимаешь этот факт, что тут нужно решить вопросы с такими документами, с этими делами, с легализацией, с работой, с учебой, ну куча всего. И они постоянно, есть эти вопросы, потому что, ну как, мне вообще, да, мне все нравится, когда меня спрашивают, да, мне все, ну, мне действительно нравится, я хорошо себя ощущаю, мне Белосток нравится. Как-то он... Хорошо цветает, что ли. Первые, наверное, два месяца пребывания здесь, это был достаточно большой город, но я стала встречать знакомых. И для меня это было тоже таким открытием, потому что, живя в своем городе с рождения, то есть, ну я, ну как бы вот вроде измолим друг друга, но как-то вот, как-то так, как-то все равно далековато, вроде, хотя город маленький. А здесь город большой, а я встречаю знакомых по улицам. Ну, для меня это, говорю, было тоже такое открытие. Да, да, но это, ну, да, но, ну, понятное дело, допустим, то же жилье, это такое недешевое удовольствие снимать, плюс, ну, есть, да, такие моменты, плюс с какими-то, ну, разными там документами куда-нибудь, это периодически, вот эти вопросы, их надо и надо, то есть, не так, что один раз все сделал и все на годы там забыл, то есть, ну, тут так устроена система, они так живут, поэтому раз приехали, ну, как-то, так, и надо подстраиваться. Или принимай, или принимай, или возвращайся, в привычном для себя состоянии. Если бы я захотела в Белоруссию переехать, я бы просто не смогла себе позволить снимать жилье. Ну, ладно, не в Минске, а даже в областном центре, потому что, ну, как бы я же не в Варшаву переехала жить, правильно, здесь, не в областной центре, ой, не в столицу, то есть, я была бы на грани, вот, там, концы, может быть, если бы даже и сняла бы это жилье. На ЮДУ бы хватало. Ну, на ЮДУ бы, может, и не хватало. как много было бы на грани. да, то есть, здесь, вроде это дорого, но я могу себе позволить, я на концерт, на концерт, тоже билеты, так. Ну, в общем, ты здесь со своей работой, ты можешь больше позволить? Сработать, с какими-то другими, там, соответственно, есть работа, есть какие-то социальные, там, выплаты. на детей, у нас это уже не предусмотрено, а здесь это государство есть. У меня девочка пошла в четвертый класс, мы получили ноутбук. Ну, это всем давали. Вот, кто в четвертый класс, всем детям давали ноутбук. Вот, у нас таким образом появился. И, кстати, тоже, мне вот хотелось, да, я понимала, что, ну, надо, хотелось еще и Беларусь, хотелось. Ну, это же, видишь, все же деньги, все, да, на все это. Ну, тут как-то проще, на самом деле, да. Ну, как бы. Вроде бы, я вот, я тоже никак не могу объяснить, вроде бы, не сказать, что мы тут очень много зарабатываем, небольшие, но оно почему-то хватает на большее. Несмотря на то, что услуги дорого стоят, где-то что-то дороже, чем в Беларуси, но почему-то здесь ты себе больше позволяешь, и еще откладываются деньги, что интересно. Ну, вот такая интересная, я еще эту загадку не открыла. и вот даже мамочки, вот я сколько вижу у нас многодетных, вот с детьми, сами, без мужей, сами приезжают, снимают квартиры, не комнатки там какие-то, да, а вот квартиры снимают. с детьми не снимешь комнатку, с детьми надо квартиру, тут тоже, во-первых, парики не заселят в комнату, скажут, ну, детям будет плохо, не надо, ну, видишь, то есть, ну, тут у них нюансы есть, да. Я с детьми много хожу, кстати, потому что у меня на работу, ну, не совсем удобно ездить, ну, на такси, как бы, я так еще не шикую, хотя такси даже дешевле, я вам как такси скажу, чем у автобуса, да, вот так бывает дешевле, чем у автобуса. Не, ну, бывает по-разному, да, бывает, но столько, сколько я здесь уже вот за этот период наездила на такси, я в жизни за всю жизнь не наездила. Ну, это просто такси, это вот ты, то, что как бы в Беларуси для меня, я не знаю, я не буду говорить за всех, потому что, ну, в той же Беларуси тоже разный уровень жизни, кто-то может себе много чего позволить, а кто-то как бы, и особо-то и ничего. То есть я не была в той категории, которая может все. Да, но я не сестра, у меня сестры в Беларуси не могут себе позволить. Особенно если, как бы так, особо не слаживается отношение браке, ну, потому что так, это семья, это все равно, это два взрослых человека, так же, как и в Польшу, когда приезжают два взрослых человека, это проще, а тем другого страхуют, где-то если у одного что-то, там, что-то там, какие-то заминки, там, с работы или что-то, в это время работает другое. Ну, да, тут вот единственное, что когда сама, то много ответственности ложится, и это вызывает определенные страхи, тревожность. Ну, опять же, надо просто себя учить, это отпускать. Поэтому Диана ходит на встречи, вот, ищет людей, вот, интуитивно, таких, которые могут помочь в чем-то. И, что интересно, у нас в Довостоке много, на любой вкус и цвет, любые встречи, на любые деньги, на любой бюджет и так далее. И это очень здорово. Можно даже бесплатно, вообще, бесплатно, нужно для всего. Ну, много проектов, которые бесплатно. Ну, то есть, это идет не на постоянной основе, но хотя бы можно что-то там для себя почерпнуть. И, кстати, вот, на этих встречах Куба очень много интересных, вот, там и промышлений, ну, очень много интересных. Диана, она участвует еще в одном проекте, связанном с... Длойн-помоц, или как мы называемся. Ну, да, этих людей пожилого возраста, они вот ездят, ну, то есть, сеньоры, да? Сеньоры, но по-польски они как-то по-другому называются, а так как я с польским до сих пор не очень... Они развлекают людей пожилого возраста, другими обычными, простыми словами. То есть, иногда. Я видела, да, то есть, они едут в дом престарелых, и что там делать? Мы... Молодают иморально, даже может быть... Ну, во-первых, как, это не то, что прям мы совсем сами, мы, это тоже наш проект в рамках, да, фундации, да, то ручки по массажирам, шарик поиграют, там, то песни пели, то ладошки там делали какие-то, это на пару, ну, на пару часов, и им интересно, ну, там, конечно, разные люди, то есть, кто-то может и на следующий раз, когда приезжаем, не помнит, кто мы такие вообще были, или там, кто-то ждет, и... дело в том, что... и нам хорошо, ну, тоже хорошо, мы довольны, и мы с девочками туда... реализация. Да. Ты все равно находишь время не только на развлекухи, но еще и на участие в полезных делах для вот других людей, не только массажа делать, можно к ней обращаться, по блату, так сказать, к Диане, да, хороший специалист, я тоже в ее как была, вот. Нет, вот я так и не вырву, потому что еще, ну, там будет. И надо бы, я просто... Ну, я же дала, 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 просто, потому что я плохо Инстаграм веду, поэтому я... Еще Инстаграм ведет, соцсети, поэтому, если думать, будет она потом это... Так еще и участвует вот в таких проектах, которые... в которых она реализуется, вот дальше еще ищет себя, то есть развивается в разных ипостасях. Тоже очень классно. Вот иммиграция, вот такая иммиграция у Диана. Может быть, ты что-то еще добавить хочешь от себя, вот для людей, которые, возможно, думают ехать в иммиграцию, которые, возможно, были обратно, вернулись, ну, или думают, а как там быть в иммиграции? Или, например, очень хочется, но страшно. Ну, к примеру таких тоже очень много. Как я скажу, я не могу давать конкретно кому-то... Не, не совет, а вот от себя. Советы делать или нет. Если хочешь, сделаешь. Если очень хочешь, но страшно, тогда нужно тоже делать, потому что, как говорят, что страх, преодоление страха, это движение вперед. То есть страх – это нормальная реакция, она должна присутствовать у нас в жизни, ну, как без него. но, ну, а нет, как бы, можно оставаться, значит, для вас это лучший вариант. Ну, говорить, ой, есть, здесь так классно, здесь все так просто. Я не могу, потому что, действительно, оно не так просто и не так, ну, как бы, для всех легко. Но, но решаем. Да, но решаем. Нет, ну, как бы, тоже было нелегко решиться. Ну, в определенный момент так сложно. Но ты не заверишь. Нет, я не жалею. Это самое главное. Ну, то есть твой риск оправдан. Ты же рискнула бы? Рискнула, Ну, на данный период, да, совершенно верно. Если здесь по-другому ощущаем, мне многие говорят, что да, ты же цивила, ты такая вот, да, другая стала. Раскрывался. Ну, а, конечно, в любом случае всегда сидит такой немножко. травмах, опять же. А как будет дальше? А что будет дальше? А если вдруг? Ну, я просто стараюсь, вот, когда она начинает так, Диана успокоилась, наполнилась, отпустила, и не надо привлекать ненужное. Тебе вот хорошо, ты шумишь, у тебя все благополучно сложится, тебя Бог любит. Значит, и дальше будет любить. Ну, классная позиция. Мне он нравится. Я его слушаю. вот вообще, люди такие мудрые встречаются. У каждого свои обстоятельства. Поэтому мы, вот я и стараюсь разных людей, да, потому что каждый человек своя история, и, возможно, когда ты вот послушаешь разные истории, то у тебя свой пазл может сложиться. У тебя тоже очень показательная история. поэтому... Мне так кажется, у меня так неуверенность. Мне так кажется, у меня... Ой, что у меня... У меня как бы... Меня иногда люди говорят, ааа, ты такая смелая, ааа, ты... Да я, да не, чтобы вы знали, какой я трус. В общем, смотрите, Диана, спасибо большое за твой рассказ, очень интересный. И я надеюсь, что вам тоже было интересно. Вот вы напишите в поддержку Диане, да, комментарии своего впечатления от этого интервью, да, то есть, возможно, у вас какой-то инсайт, может быть, вы хотите что-то Диане сказать, может быть, вообще какой-то ну, совет, может быть, предложение или критика. Принимается все. Все принимается. Все принимаем, рассматриваем и только будем совершенствоваться и совершенствовать вот такие вот встречи и информацию. И спасибо тебе, Оля, за то, что ты пригласила поучаствовать. Сама приехала. Не, ну, тоже спасибо, что сама приехала сюда, потому что, ну, действительно, это время, ну, как бы так, совмещаю все, да, то есть, дети, работа, и где-то развлечься. А, я еще кое-что забыла рассказать про начитание. Ага, а, давай. Смыть куда-нибудь вставил. Нет, про, забыла рассказать про то, что я, когда сюда приехала, я шла по вот улице, где, ну, для пола, где летом, это было же как раз лето, там много, там, где коверни, и на улице эти столики, там люди сидят, пьют кофе. я когда приехала, ну, конечно, цены для меня, атомные, первый раз, когда смотришь. Да. Столько стоит. Билет в автобусе столько стоит. Как все дорого. Как все дорого. Ай-яй-яй. Да, на такси, да, что? Я пешком, надо ходить, я много хожу, и как бы хорошо, я себя лучше чувствую, я, ну, немножко форма начинает, получше стало. Вот. А сейчас, вот, начиная, опять идет дело к лету, и начали опять выставить, то есть на зиму все это убиралось, а сейчас опять эти столики выставили. А я, вот, я шла, разговаривала по телефону со своим другом, и говорю, вот, я вот иду, и говорю, мне так хочется, вот, я, ну, просто мне хотелось, вот, вот, чтобы я могла себе позволить зайти, как миллионы людей могут себе позволить вот это, зайти в кафе, просто посидеть, попить кофе, там, купить там что-то, там, ну, если не на диете, тортик, ну, точно, кто все хочет. А, там такие куски, такие куски, такие большие тортики. Да, а мне вот жалко все это вот было, вот жалко. А сейчас я последний раз, вот, недавно подошла, я так понимаю, что, вот, наконец-то, на тот момент, что вот сейчас, когда их уже, то есть, ну, когда я найду, захочу, и найду на это время, я зайду и поддержу. Ну, это не проблема. Да. Это уже не проблема. То есть, уже не проблема, она на кофе вытянет деньги. Ну, я тебя прекрасно понимаю. Я тебя прекрасно понимаю. На самом деле, так и есть. То есть, ты можешь, вот, если тебе захотелось что-то вкусненькое, мы как старались, обычно, например, дома, да? Ну, я дома сделаю, я за эти деньги там сделаю, например, это, да? я еще с дома готовлю. я не пикую, и не пикую. Я вообще говорю, да? А иногда думаешь, ну, дома это дома, а вот хочется, хочется, да. И, вот, без лишней мысли заходишь, выбираешь, почти не смотришь на цены, выбираешь, что же тебе нравится. Сейчас тебе пойдусь. Я так люблю, там, торты, вкусные такие, да, пирожные, и вообще все. Взял, купил, посидел, поел, порадовался жизни. Еще у меня в Беларуси был такой момент, вот, некоторые часто, ну, там, кто-то ходит, я не говорю про людей, которые, там, каким-то успешным бизнесом занимаются, неважно, это малый бизнес, средний, ну, про крупные, вообще молчу, или какие-то должности занимают, где у них оплачивают, а вот, ну, простые, там, рабочие какие-то, там, ну, понятно, среднестатистические. Да, какие-то рабочие, специальности. И думаю, откуда люди находят, почти каждые выходные, ходить, куда-то выпивать? Думаю, ну, то есть, ну, мне никогда и не хотелось так, но просто я не хотела понять, откуда, я не хочу никуда, это ресторан, я не пью, не курю, не надо на сигареты тратиться. откуда, у меня нет этой возможности, ну, я, я так и не нашла ответ, но, может быть, я покупаю другие, может быть, я просто другие продукты покупала, может, для меня, ну, может быть, в этом дело еще, что, тоже же можно разные купить. Ну, смысл такой, что здесь ты, а здесь я могу себе, больше можешь позволить, даже в плане еды, на самом деле, ты, даже у тебя, вот, вот, фрукты всегда есть, да, меню, вот, как меню, да, дома, ежедневная еда, она другая какая-то, то есть, она качеством выше получается, да? Ну, как с едой, у меня, я в основном готовлю дома, я редко выхожу, только если мы с детьми в кино пошли, и там, мы зашли там куда-то, там, какой-то Макдональдс, там, или Кэфси, что-нибудь, вот, там, на месте, там, покушали, или так вот захотели, там, пиццу какую, или еще что-то, а так я готовлю, ну, ну, во-первых, это привычка, ну, и дети, надо, как бы, чтобы они, в школе, они, они в школе особо не едят, и мне вот надо, чтобы у меня первое было всегда, ну, просто у кого-то дети не едят первое, да, у меня, мое первое они едят, и мне так вот удобно, что, вот, даже, ну, так как и работу надо совмещать, и дом, это я готовлю всегда, если что-то вдруг, то в микроволновочке, я дочь разогрела на себя, на своего брата, покушали, мама пришла, посуду помыла, дальше убралась, все в порядок, ну, то есть, в этом отношении мне, кстати, хотя, меня Диана даже как-то угостила, глупцами, я просто заикнулась, блин, как я давно не ела голубцов, я вот как, хочешь, я тебе угощу, они были заморожены, надо было еще готово тушить, она их сделала, все, мне просто нужно было их потушить, ты понимаешь, я всегда, угостила, кстати, опять же, как на меня влияла эмиграция, да, на личностные такие, какие-то восприятия себя, что, как-то правильно называть, я почему-то всегда считала себя, вот я там, какая-то плохая хозяйка, но я не люблю готовить, я готовлю, потому что надо, а здесь, когда приехала, так я же делаю все сама, за меня же никто ничего не делает, я такая седла, еще и готовить начало, нет, я и готовила и раньше, кто же заменил, нет, а про то я и подумала, думаю, хорошо, а раньше, так за меня же никто не готовил, ну там, не стирал, не убирал, не там, еще какие-то дурки, мне еще лично, там, живность какая-нибудь, жила в доме, там, как бы, уже, нет, не хочу, с меня, ну, как бы, хватает, куда бежать, что делать, а дома, да, там, то собачка, то котик, и я там, ну, ох, я такая, что-то, здесь я приехала, и я поняла, что, да нет, все, ну я в порядке, почему у меня в голове сидело, что я какая-то не такая неправильная, я не знаю, и вот так вот здесь, я уже, а, такая, для себя, по-другому себя увидела, и начала, ну, воспринимать по-другому, ну, в общем, может, кто-то и считает по-прежнему, что, а, такая, какая-то, но мне теперь уже все равно, я себя вижу уже другой, и это мне, понятное дело, что это тоже в совокупности разных факторов, там, обучение, там, много чего, разных людей, общения с, но, работа над собой, и просто вот тут вот оно уже как-то так сложилось, что окончательно, я какие-то для себя интересные дела. Супер. Диана, спасибо тебе за это интервью. Спасибо. Мы можем бесконечно еще очень много все обсуждать, у нас тут еще есть свои личные вопросы, и мы ждем от вас комментарии, предложения, и критику тоже можно, потому что это все уже проработано, готовы принимать критику. И до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо.